Бюджет города Канаш в этом году превысил полтора миллиарда рублей. Кроме того, город железнодорожников стал территорией опережающего развития. И это открывает широкие возможности для инвесторов. Какие еще вопросы обсуждались на встрече главы республики с активом Канаша в нашем сюжете? Объем отгроженных товаров собственного производства в Канаше вырос почти на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Определенную лепту в это внес промтрактор «Вагон», где индекс производства за январь и июнь составил 346,8%. Всего в городе действует 8 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2020 года. Общая стоимость около полутора миллиарда рублей и созданием более 300 рабочих мест. Резидентами территории опережающего развития планируют стать спецвагон «Деталь», но «Витек» — алюминиевые технологии. Глава Чуваши отметила, что руководство города многое делает для повышения качества жизни в Канаше. Ваши программы в городе, они работают эффективно, как никогда. В этом году по 15 городским программам, эту сумму я назову, 1 миллиард 671 миллионов 300 тысяч рублей. В том числе по межбюджетным нашим трансферным отношениям города мы выделяем 1 миллиард 384 миллиона 800 тысяч рублей. Таких серьезных финансовых средств за последние десятилетия Канаш точно не ведем, за последние 20-летия точно тоже не ведем. И на следующий год есть все предпосылки, что мы в наших решениях будем сумму закладывать и на дорожное хозяйство, и на благоустройство дворовых территорий по программе «Городская среда», и по общественным пространствам. Долгое время в качестве проблем жители Канаша называли неудовлетворительное состояние дорог и дворовых территорий. На выполнение дорожных работ в 2018 году направлено почти 120 миллионов рублей. На эти же цели предусмотрена и часть средств из гранта главы Чувашской республики. За счет этих же средств будет приобретаться и оборудование для нужд Канаша. В городе определенные аварийные ситуации были на водоводе. Вот здесь как раз четыре насоса глубинных за счет этих средств приобретаются. Два для Высоковского водовода и два для Бахтияровского. Также покупаем для нужд муниципальной предприятия гидроустановку для промывки канализации, чтобы комплексно подходить к решению вопросов. Также предусмотрели пять остановочных площадок и пять площадок под твердый коммунальный отход. Еще 122 миллиона рублей целевых вложений предусмотрено на строительство детского сада в восточном микрорайоне Канаша. Перспектива у города очень хорошая, отметил глава Чуваши, подводя итоги разговора. Статус территории опережающего развития дает возможность пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, бизнес будет освобожден от налога на имущество и землю. Большим плюсом для предпринимателей станет и снижение обязательных страховых выплат с 34 до 7,6%.